Великоустовский промысел, шамаготская провязная резьба по Пересте приводит восторг людей по всей России и за рубежом. Десятилетняя Адырина Кузьминых приехала в наш город, чтобы обучаться этому непростому делу. Девочка совместно с мамой ежедневно приходит в отдел традиционной народной культуры ЛАД и учится у народного мастера России Нинель Вадимовна, перенимает опыт и навыки. Адырина талантливая, но очень скромная девочка. Как она начала работать, как я показала ей немножко, и она уже начала работать, и ножичек сразу стала правильно держать, я уже делась, и поняла, что конечно у нее все будет получаться. Я очень довольна этим, что в таком возрасте такое рвение к работе, это редко у кого такое бывает у детей сейчас в этом возрасте. Адырина уже два года занимается этим рукоделием, но в других техниках. Интерес к ремеслу появился в школе. С Шамаготской резьбой она познакомилась в интернете и непременно захотела освоить этот нелегкий труд. Девочка уже уверенно держит нож для резьбы и постепенно идет к своей цели. Татьяна, мама Адырины, говорит, что этот ребенок считается украшением всей семьи. Преподаватель юной мастерицы Нинель Старковская решила сделать с ученицей футляр под инструменты. Детали некоторые вырежет она, и я же добавлю то же самое, и чтобы у нас получилась совместная работа вот под такого поясочка. Вот, у нас будет такая работа совместная с ней вместе, будет вспоминать и будет смотреть, как это делается. Просто уже тут разнообразные цветочки, которые завиточки, которые ей нужно будет со временем уже делать по-хорошему, чтобы они были красивые, изящные, плавные. Такой туесок будет отличным подарком, а также опытом для юной мастерицы, которая, возможно, вскоре будет известна не только в Озерске, но и по всей России.